Добрый день! Старший лейтенант полиции Неделков. Где у вас номер передний? Какой? В смысле, какой? Какой номер? С вашего транспорта. Он присутствует? Где он? Вы, Суслика, видите? А он есть. Сергей? А где номер? А можно по свечению вашему? Будьте так любезны. С удовольствием. Вы, наверное, тут привыкли, что вам кланяются, правильно? Кто нам кланяется? Так, недалеко, Дмитрий Геннадьев, инспектор. Добро. Кто нам кланяется? Ну, водители. Нам никто не кланяется? Ну, жалуются на вас водители. Серьезно? Да. Кто жалуется? Водители. Ну, знаете такое слово? Водитель. Тот человек, который управляет транспортными средствами. Хорошо. Где ваш номер? Да номер присутствует. Где? На автомобиле. Покажите мне, пожалуйста. Ну, вы его видите? Я не вижу. Сзади есть номер? Сзади есть. А впереди что нет? А я вам вопрос задаю. Так откуда я могу знать? Ну, вы же управляете данным данным. Ну, так я еще еду. Я что, должен следить за номером? Потеряли его? Ну, не знаю. Может быть. Не знаю. Ну, это же получается нарушение правил дорожного движения. Вы знаете, что у вас номера нет или не знаете? Нет, конечно. Не знаете? Ну, выйдите, посмотрите, что его нет, что я вас не обманываю. Там у меня нога болит. Нога болит. Нога болит. Заедьте в Мелитополь, в Мелитополе делают дубликаты. Так. Дубликат сделайте, пожалуйста. А зачем он мне напереди нужен? Ну, как это, зачем? В 2-9 В? Что прописано? В смысле, что в 2-8 В? В пункте правил дорожного движения. Есть пункт 2-9 В. И дальше что? Что там прописано? Я же не знаю. Надо же открыть почитать, что там прописано. Ну, вы же знаете правила дорожного движения? И я их знаю. Что там написано? Потому что можно ездить без номера или что? Без номерных знаков, заоборонено. А с одним можно. Вы внимательно читали этот пункт? Я сейчас пойду внимательно прочитать. Вам дать правила дорожного движения? Так давайте я отдам. Может у вас старый. Подставьте номер, пожалуйста. Да у меня нет номера. Понятно, закажите номер, дубликат и поставьте. Это долгое время. Ну постарайтесь это сделать. Ну так выпишите мне тогда постановление. Вы хотите, чтобы вы написали? Получается, да. Вы же говорите, вы не знаете, что... Но я же еду с нарушением, вы же меня остановили. Вы говорите, что вы не знаете. Не знаю, правильно. Я довожу до вашего сведения, что у вас номер отсутствует. Так заброну на эксплуатационную засобу без номерного знака. Да, но если человек не знал, бывает такое, что он едет, и он отвалился, потерялся. Может быть такое. И вы едете, управляете и не знаете, что у вас его нет. Но все равно это нарушение, это никого не волнует. Полицейских это не волнует. Можно сказать заявление, что вы его потеряли. Правильно? То бишь вы его будете разыскивать. Я номер буду разыскивать. Ну а зачем я тогда мне писать заявление? Вы обратились в полицию с тем, что вы потеряли государственный номерной знак. Что вы же не знали, что вы потеряли? Не, не знал. Будете писать заявление? Для чего? Вы его будете искать? Мы зарегистрируем, что вы обращались в полицию. И вы едете домой, до места жительства без номерного государственного знака. Так как вы его при неизвестных обстоятельствах потеряли. Правильно? Вы снимаете, я не пойму. Я вас фиксирую. Фиксируете. Фиксируете диалог со мной? Ну конечно, а может вы мне сейчас этим леденцом по рукам дадите? Зачем я вам буду по рукам давать? Не за что же давать по рукам. Ну мало ли, может вам покажется, что я какие-то жесты в вашу сторону. Ничего не покажется. Значит по приезду до места жительства я очень очень. Сделайте спекаты поставьте. Хорошо? Нет, вы наверное не понимаете. Наверное вы не понимаете. Послушайте меня внимательно, пожалуйста. Смотрите, очень хорошо слышно. Смотрите, за это предусмотрена ответственность. Подождите. За видсудность номерного знака. Я согласен, что предусмотрена ответственность. Если вы мне ответили, что вы движетесь и знаете, что его у вас нет, вопросов нет. А вы говорите, что вы не знаете, что у вас... Так как я могу знать, если я еду, я даже его не вижу. Вы же когда едете на автомобиле, вы знаете, что у вас ночью то работает лампа, то ли не работает. Если вы грамотный водитель... Я когда перед... Послушайте, когда я сажусь в свой... Прежде чем сесть и завести... Для чего вы это делаете? В смысле? В прямом смысле. В смысле? Вы со мной поговорить без камеры не можете. Вам нужно именно проводить видеосъемку. Да я ее всегда с собой беру. Я с ней даже сплю. Я сплю с ней, понимаете? Смотрите, есть пункт 2.3. Знаете пункт 2.3? Да. Что в нем говорится? Что водитель должен пристегиваться ремнями безопасности. Да что вы говорите? Такое написано в пункте 2.3? А ничего страшного, что водитель прежде чем сесть за автомобиль? Нет, это самое. Давайте я. Вам поговорить хочется с кем? Не, ну вы же меня остановили. Не я же вас остановил. Вот когда я к вам пристану... Я понял вас. Я позицию вашу понял. Какая у меня позиция? Когда я к вам пристану, то будет по-другому, да? Ну... Типа я вас остановил... Ну вы ко мне пристаете. Я к вам не пристаю. Я вас остановил, у вас отсутствует переднее государство номерное... Я понял. Почему вы бездействуете? Вам мои пояснения вообще... Вы поясняете, что вы его... Вы не знали. Вы управляете транспортным средством. Вы думаете, что он у вас стоит. Я правильно понимаю? А что я думаю? Я знаю, что он у меня стоит. Нет, не хочу. Зачем? Значит, по приезду домой устраните, купите себе публикат, сделайте и поставьте. Всего доброго, до свидания. Так, подождите. Вы меня что ли отпускаете? А на прицепе есть там номера? На прицепе есть. А ну, что там? А что, есть на прицепе номера? Есть. Есть, присутствуют? Да. На заднем. Слава богу, господи. Точно есть. А что вы напарника не прикрываете? Я просто его прикрываю. Сколько вам секунд потребуется, чтобы ему помочь? Очень быстро. Вы его должны... У меня конфликт. Что, что? А если шел конфликт? У меня конфликт? Нет. Я сомневаюсь, что будет конфликт. О, вы еще и Айкос курите. Я не курю. Вы просто в руках держите? А что у вас вид какой-то неопарник? Вроде бы ваш коллега... Ну, 718 приказ, а вообще обратная прописка. А что вы впечатлили, что вы знаете приказы статьи лучше нас? В такое впечатление? Это я ютуба просто пересмотрел. У вас нет времени смотреть. У вас нет времени на посту смотреть? Да, ну, послушайте. Что у вас с форменным модером, товарищ полицейский? Ну, что вот это вот, смотрите, ну, что... Ну, белая рубашка, это она соответствует 718 приказам, да? Точно, вы уверены? Ну, какой-то вид неопрятный. Что у вас с обувью? Ну, мы где находимся? На дороге пыль? Вы не поняли. В 718 приказе. Там такого не прописано. Пыль, снег, дождь. Вы не поняли. Я вам не за... Не грязный. Я вам говорю за то, что они должны соответствовать форменному осью. Там такого нету. Сносились, не сносились. Понимаете? Я вас услышу. Спасибо. Спасибо. Друзья, кого обижал пост у нас? Это какая у нас область? Какая-то у нас область. Запорожская. Нет, населенный пост. Вы услышали, да? Кого тут обижали полицейские, дайте мне, пожалуйста, знать. И мы будем общаться по этому поводу. Что обижать водителей нельзя. Нужно им только помогать. В данной ситуации поступил товарищ полицейский. Фамилию вы его всю знаете, да? Так он мне подсказал, что вы потерялись. Значит, в Мелитополе можете сделать. Скажите, пожалуйста, а с вами такая ситуация происходила? Вас отпускали или вам постановление писали? Если вам писали постановление, дайте о себе знать. В общем, вы знаете, что делать. Там лайки, подписываемся на канал. Ну а мы погнали дальше. Лайки надо вот так поставить. Правильно? Это... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!